Ну вот, а потом они сказали, что у меня все-таки инфаркт был. Ну, правда, я себя чувствую так, как после инфаркта. Да даже у меня был абсурдный инфаркт первый раз. И я себя чувствовала лучше, чем сейчас. А сейчас чувствую плохо, мне не хватает воздуха, дышать нечем. И делать я ничего не могу, физически абсолютно не могу. Ну и все время это самое, в общем, борюсь, дышать нечем. Дышать нечем и сил нет. Так встану вот, чего-нибудь там картошку почистить или что-то, это я еще могу потихоньку. И то преодолеваю свое это самое состояние. Ну вот. А оно все время скачет. То так, то так, то так, то так. И пью лекарства 10 таблеток в день. И ничего, чего-то не помогает мне. Не знаю, наверное, время нужно, чтобы было. Прошло какое-то время, наверное, для восстановления. Ну вот уже, прошло уже три месяца. Три месяца. Нет, два. Два месяца. Это февраль и март. Апрель, вот третий месяц. Не знаю, я боюсь, что и к лету я не приду в себя. Ну, в смысле, ничего не могу. Вот тут стерку развела, ну, свое белье перестирала, перестирала с трудом. Ну, в машине с трудом попал. Ну, как получилось, ну, надо было, ну, очень-очень сложно, сложно. Не знаю, не хорошее, плохое состояние. Я не нравлюсь себе, конечно. Чем кончится, неизвестно. Но мне кажется, что что-то еще произойдет. Потому что боли в сердце появляются. То колит, то просто дышать нечем. Но это сенокардия. И потом сердцебиение у меня. Как она называется-то? Бьется, когда сердце. Так, фибрилляция, что ли, я забыла, как называется. Ну, в общем, короче. Короче. А чего был инфаркт? Это просто от старости или там почему так? Да как тебе сказать, от чего? Просто уже, просто, наверное, созрело какое-то. Потому что у меня уже было в 10-м году, было такое прединфарктное. Ну, и потом, тут вот отказали ноги, я ходить не могла совсем. Ну, вот. Потом вот сейчас вот инфаркт произошел, и мне полегчало. Я могу, я хоть хожу. Правда, там внутри у меня плохо, но ноги ходят, слава богу. А то и ноги не ходили. Вот такие дела. Так что не знаю, чем гоняться. Дай бог, если этот год еще проживу. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, ты мне кто-то пожелаешь на мое будущее день рождения и на пустое по жизни какое ты мне дашь? А, день рождения у тебя. Да, у тебя 12-го числа, я помню. День рождения, день космонавтики у тебя. Да. Да, тут вот все. Я в жизни, из твоего опыта такого. Слушай, получается, тебе было 54 года, когда моя бабушка Алла родила. Ничего себе. Какая бабушка? Ну, Александра, когда она меня родила, тебе было 54 года. Я твой возраст, вышел мой возраст. Оказалось, тебе было 54 года, когда я родился. То есть ты уже была такая девушка опытная, так скажем. Жизнь победала. Да, уже прожила нормально. Ну, в общем, короче, короче, ты знаешь, что дед у нас умер, да? Да, мне Женя сказал. Женя мне сказал, да. Женя сказал тебе. Ну, вот. Дед как-то скоропасти уже так умер. Разговаривали с ним, накануне и вдруг вот так вот сразу раз и не собирался умирать. Не собирался. Бегал, бегал, прыгал и был бодрый. И такой, знаешь, совсем на старика-то не похож. А вот как-то сразу. Я думаю, что у него воспаление лёгких. Воспаление лёгких. Это самое... Ну, подступил он. По-моему, он коронавирус подступил где-то. В больницу его отправляли. Ну, и он так боялся в больнице, не хотел никак в больницу. Ну, и потом вот получилось, что это самое... Ну, нормально, в общем. А теперь вот не захоронить. Он там подхоронил бабушку нелегально в могилу. Ну, и требует документы. Какие документы? Она в Беларуси где-то родилась и прошло столько лет. Жене попытался получить какие-то документы, ничего не получилось. Но сейчас вот каким-то другим путём. Вот где-то сейчас апрель кончится, земля оттает, ну и надо нам захоранивать на нашу очередь прошло. Надо туда урну, урну на кладбище вывозить. А я, наверное, меня захоронят, наверное, в Алисину, в твоей бабушке, в твоей бабушке могилу. Потому что у мамы, у меня, у нас с этой, с твоей бабушкой одинаковое отчество, мы Мефодионы с ней. А если опять там всё восстанавливать, опять, знаешь, проще так. А тётю Свету тогда похоронят к этой бабушке. К бабушке Ане. С дедом они там. А вот ещё, что мне. Да, документы-то они у тебя. У тебя, ну, наверное, это там, наверное, не такая уж проблема. Потому что где-то зарегистрировано уже на кладбище, там, могилы. Так что я не думаю, что там будут какие-то проблемы. Ну, вообще-то надо было взять это вот, как оно называется, ну, свидетельство о смерти. У тебя надо было взять нам. Потому что всё равно мы, мы там будем. Мы все будем там в одном углу. В одном углу. Там мама, где мама твоя, где дядя этот самый, Серёза. и бабушка твоя. Они все рядом. Рядом. Ладно, я не о том. Давай, я грустно. Ну, ладно, как. В общем, всё у вас нормально, всё хорошо, да? Да-да-да, всё хорошо. Ну, слава богу. Ладно. Жалко, конечно, что вы. Уехали. А что, вы не хотите в Америке больше жить? Нет, хотим, просто мы не можем здесь жить. Мы здесь находимся легально, но у нас это очередь через 10 лет, и мы должны всё это время находиться легально. Если мы хотя бы один день будем нелегально, мы не получим документы. Поэтому нам как бы нужно выехать, чтобы через 10 лет получить эти документы, чтобы получить эту кенсию. О, богу, ой, какие словности. Да. Бабушка, давай я тебе перезвоню через 20 минут, мне сейчас надо будет по работе кое-что сделать. Чего-чего? Давай я тебе перезвоню через 20 минут, мне надо сейчас кое-что по работе сделать. Ну, ладно, ты делай там, не надо. Мы с тобой поговорили, ты просто иногда позванивай, не с большим перерывом, вот и всё. Да, хорошо, хорошо. И ты тоже звони. Не звони. Да, просто позвони, хоть узнай, как я себя чувствую. И ты тоже мне можешь звонить через Женю. Ну, через Женю всё это словно там. Не-не, это просто. Ну, короче, короче, это самое. Ладно, там привет большой передай всем и этим, твоим родственникам и Тане. Ага. Ну, счастливо. Да, счастливо, бабушка, буратя с вами. Пока-пока. Ну, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok